Нет, 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 нет! Вот так каждый день дети с трёх лет обливаются холодной водой на свежем воздухе. Детский сад номер 61 Аккар-Кра единственный на юге Кыргызстана, который вот уже на протяжении 20 лет практикует валиологическое воспитание по системе Порфирия Иванова. Во-первых, это здоровье, это закалка детей. Вот такой вот стресс даёт развитие и интеллекта, и духа, и тела. То есть детки намного становятся здоровее. Те дети, которые обливаются, те детки, которые занимаются физкультурой, те детки, которые занимаются гимнастикой, в основном вот это обливание холодной водой, они практически не болеют. Более того, водные процедуры не требуют специальных навыков. Достаточно иметь крепкое здоровье и моральную подготовку, утверждают специалисты. Обливание холодной водой вызывает не только восторг у детей, но и заряжает положительной энергией на целый день. Мы каждый день обливание делаем, в бассейне купаем, по мокрой дорожке, по босиком ходим. Мне нравится обливаться холодной водой. А в этом зимнем саду детей приобщают к природе, учат любить и ухаживать за растениями. На досуге ребята занимаются с растениями, а самое главное, дышат воздухом, обогащенным кислородом, что также немаловажно для подрастающего организма. Листочки здесь разные у нас по форме. Какие-то удлиненные листочки есть. Есть листочки с мелкими разрезными краями. Вот у нас пальма здесь, видите, совсем прям большие у нее листочки. Мы знакомим детей здесь с характеристикой растений. Например, какие растения надо поливать часто, какие растения поливать один раз в неделю. Детки здесь могут играть. Вот у нас здесь хоккей, детки здесь могут играть. Вот так вот. Это очень, конечно, обогащает речь детей. У них очень эта память хорошая появляется. После этого мышление у них хорошо развивается. Чтобы кашлить миши. Между тем, именно через такие стихи детей обучают точечному массажу в целях укрепления здоровья. Также дети занимаются фитотерапией. Лекарственные травы на территории детского сада выращивают и собирают сами малыши. Собранный же урожай из полезных трав принимают каждый день. В этих уголках есть запасы лекарственных трав, которые мы применяем для того, чтобы наши дети не болели. В зависимости от времени года мы в фиточай положим или те, или другие травы. Вот сейчас, в зимний-весенний период, недостаток в организме витамина С. Поэтому мы завариваем фиточай с шиповником. Лук полезен для здоровья, чтобы не болеть, ни кашлить, ни чихать. Кроме того, более 700 воспитанников данного дошкольного учреждения углубленно изучают языки, занимаются гимнастикой. Есть ряд кружков и занятий по интересам. Но самое главное, детей воспитывают духи любви к родине, традициям и обычаям. Наргиза Джорубекова, Джолдисбек Булутбеков, Общественный Первый канал, ОШ.